друзья всем привет всем доброе утро мы сейчас наконец-таки первый раз в этом году с вами находимся в квартале спикеры на рижской барахолке что такое квартал спикеры это если я правильно помню с 14 века на месте квартала спикеры находилась такая как знаете выгрузочная площадка для товаров которые приходили по долгове как таковой квартал спикеры как здесь складские помещения он начал застраиваться во второй половине 19 века и сейчас он очень интересный здесь такие очень интересные застройки и он сейчас данный момент является таким как бы площадкой для для творчества вот так как-то потому что в этих теперь складских помещениях бывших какие-то закрыты а где-то находятся магазинчики либо мастерские либо арт-арт мастерские в общем друзья много болтаю пойдемте осмотреть барахолку барахолка уже есть она уже работает довольно большая как мне показалось и пойдемте осмотреть рассказать что вот барахолка рижская в квартале спикеры она проходит не каждую субботу по-моему два раза в месяц и только вот в теплое время года начиная с мая с апреля и заканчивая сентябрем барахолок у нас лиги очень мало обычно вот сейчас какое-то время по воскресеньям в агенсканских соснах простите на агенсканском рынке барахолки проходят по воскресеньям а здесь по субботам если и бывает то она такая знаете более туристическое для туристов в общем опять много говорю пойдемте смотреть комментировать много не буду буду вам показывалась машинки я помню когда мой сын был маленький это было 35 лет назад таких машинок не было продажи а жаль и я когда в польше было такой момент когда у наш союз развалился я только вышла замуж и мы сможем пытались зарабатывать ездили в польше так вот в польше я помню из польши я привозила сына несколько раз машинки такие трансформеры это было круто какая красивая посуда вы только посмотрите графины великолепие все-таки конечно знаете вот хрусталь конечно же красив посмотрите какие красивые даже не знаю что это стаканы фужеры вазочки очень красивые кстати легкие много хрусталя очень люблю цветного стекла посмотрите янтарь вот из этих бутиков кстати можно их разобрать и сделать украшению которое я давно хочу красивая а сколько стоит 60 евро да друзья 60 евро что здесь интересно было сакта друзья очень легенькая до сих пор помню как и не то хотела сакту хотела открыть но не получилось предполагаю что это зеркальце девушка мне помогла открыть зеркальце смотрите как много тут украшений красивых что я нашла скажите а сколько это почему так дорого и еще одна такая же очень хочу такие пузыречки но за 20 евро нет такой возможности я тут застряла друзья около этого стенда еще очень красивые бусы интернет вы первый раз в этом году ставите уже второй раз а уже была барахолка а следующий раз когда будет потому что нигде информации не разве будет бикернике в этом году ура следующие 16 числа ой супер спасибо вам большого потому что про бикернике нигде информации не найти спасибо большое слышали друзья до 16 кто хочет приезжайте в бикернике на барахолку ну что пойдемте я тут на самом деле ой что-то еще красиво для чего же этот ящик смотрите какой расписной красивый так и еще раз вернулась сюда здесь винтажный текстиль это я так предполагаю нет я думала наволочки это скатерти для любителей посуды добрый день здравствуйте конечно попадем вы же знаете уже не первый год стоите спасибо большое ну вот покажем красивую посуду а сколько вот эта троечка это троечка да я так понимаю а в какой она цену 5 евро друзья вы представляете троечка 5 евро как все таки интересно на барахолке рассматривать нашу историю еще раз что это карл энц друзья посмотрите в это просто как декор я знаете такой специалист что для меня нужно все объясняется что нибудь что нибудь найдет какие-то ошибки ну да очень красиво согласна чтобы ты не делал все равно найдут ошибки мы придут такие которым нравятся котики да вы знаете вот покажи котики все равно скажут что это фу спасибо спасибо вам так же ну вот это уже наши латвийские мастерицы своими руками из бисера делают по возможности буду друзья вам показывать если кому-то интересно буду показывать вам визитки которые лежат слушайте какая-то как кропотливая работа только посмотрите люди соскучились по общине телефон хорошо еще помню такой телефон уверена что вы тоже многие помните пластинки так меня здесь ничего не комментирую потому что я в этом не разбираюсь друзья просто смотрите красиво еще смотрите янтарь красивый здравствуйте Играет музыка. Как все блестит и переливается, друзья? А мне ее подала шляпу, я же Таньке дала где-то ухолодные шляпы. Она не одну мне не продала, но ее, скажите, не продала шляпу. Ну все, милые. Мне лично очень нравится рассматривать вот такую мелочевку. Ой, а он даже звоночек звонит. Звонит. Колокольчик верни. Слушайте, они все колокольчики и все звонят. Звонят, звонят, звонят. Ладно, поправьте, друзья. Для меня все равно, что звонят, что звонят. Веер. Такой же ару-веер очень хорошо иметь. Скажите мне, а вот это, наверное, для емкость для одеколона? Я так предполагаю, да? Сюда так нажимаю, еще он пшикает. Смотрите, какой стул шикарный. Сюда Insanев. Сюдаen. Сюда. все наше детство друзья видите вот сейчас подумал что возможно барахолки это замечательно возможно кому-то это очень интересно вот это то что когда-то было это не на мусорник во вторые руки из кому-то очень интересно это правда маленькие утюжки вы слышите просто удивительно какой звук это совсем другое шикарно маленький на один глоточек посмотрите как много маленьких тарелочек на перстке какая легкая чашка здравствуйте спасибо большое меня знаете все узнают по моей голове вот я бы надела маску есть все равно узнают по голове значит так надо правда вот наболтались со зрительницей живет германии берлине пойдемте дальше посмотрим здравствуйте 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 Продолжение следует...